Дагестан Опасные прогулки по воде. Молодой дагестанец получил арест за катание на катере. Будущее дагестанского футбола. Школьники из села Карата Ахвахского района вернулись в Дагестан с бронзой. Дагестан 20 лет нужно копить дагестанцам, чтобы купить дом. К таким выводам пришли аналитики портала МирКвартир, проанализировав цены на жилье и средние зарплаты в субъектах России. Расчеты велись с учетом того, что для приобретения недвижимости гражданин будет откладывать зарплату целиком и не будет пользоваться ипотекой. В десятки антирейтинга и другие северокавказские республики – Чечня, Карачаево-Черкесия и Ингушетия. По данным специалистов, дольше всего копить жителям этих регионов приходится ввиду высоких цен на дома и низких зарплат. Каспийское море высыхает. Уровень воды морской глади достиг исторического минимума. Как сообщает руководитель Дагестанского отделения Русского географического общества Эльдар Эльдаров, отметка упала почти до 29,8 метра. Это самый низкий показатель за всю историю имеющихся наблюдений. По подсчетам исследователей, уровень воды к 2100 году будет ниже еще почти до 18 метров. Ученые полагают, что это вызовет целый ряд проблем в экологии, экономике и политической стабильности региона. Домашний арест за опасное катание. Не так представлял себе 23-летний дагестанец водную прогулку по черкейскому водохранилищу. В отсутствие удостоверения и лицензии, он вышел на воду с группой туристов из 8 человек. Катер врезался о берег, и одна из пассажирок получила серьезные травмы. Женщине понадобилась медицинская помощь. Советский районный суд Махачкалы отправил владельца лодки под домашний арест до 23 ноября. Он подозревается в нарушении правил безопасности движения морского транспорта. Вакцинация от гриппа и ОРВИ идет неплохими темпами. Об этом сегодня говорили на пресс-конференции Минздрава и Управления Роспотребнадзора Дагестана. В этом сезоне медработники планируют привить более 1 миллиона 700 тысяч человек. Половина из них, а это 49%, уже обезопасили себя от заражения вирусными инфекциями. А это значит, что такие меры, как масочный режим и карантин, республике пока не нужны. Пройти вакцинацию можно на дому, в мобильных пунктах и в поликлиниках по месту жительства. Если учесть, что мы с сентября месяца начали, и на сегодня у нас 49% вакцинировано от подлежащих, будем считать, что это, в принципе, неплохие темпы. Но еще раз призываю, что октябрь – это тот период, который бы нам позволил все-таки обезопасить себя, проведя вакцинацию. В этом году вакцинация против гриппа, она проходит у нас на фоне уже несколько лучшим. Я имею в виду о новой коронавирусной инфекции. То есть у нас в этом году пока не наблюдается каких-то осложнений по этому заболеванию. При этом обеспокоенность у медработников вызывает ситуацию с корью. Больше всего от инфекции страдают жители Махачкалы. Здесь случаи заболеваемости фиксируются до сих пор. В республику дополнительно прибыло 5000 доз вакцин. И к другим темам. Диссертации на соискание степени магистра защитили в Дагестанском исламском университете. Позади у специалистов годы исследовательской работы и научные статьи. Подробности расскажет Айша Тухаева. Соискатели, богословы с большим опытом в научно-исследовательской работе представили на суд Богословской аттестационной комиссии качественно выполненные магистерские диссертации на актуальные темы общества. У меня была работа «Тахкик» книги «Шахмин Мафруз». Это богословская текстологическая анализ рукописи. Первая половина части была у меня, вторая половина была у другого, Ахмедхабиба Мухаммада. Работа состоялась в том, чтобы мы исследовали рукопись Мухаммада Ахира Аль-Карахи, рукопись книги «Шахмин Мафруз». Ранее книга была издана несколько раз, но таких исследований не было сделано. Книга была издана с ошибками, и сама рукопись автора не использовалась. Поэтому, чтобы исправить эти ошибки, чтобы книга вышла в свет в должном образе, вот поэтому мы сделали на себя именно эту книгу. Научная статья по теме Мусы Багилова «Существует ли антропоморфизм в исламском вероубеждении» была опубликована в Международном академическом журнале «Вопросы теологии». Для читателей, интересующихся этим вопросом, будет интересно ее почитать на сайте «Вопросы теологии». Члены аттестационной комиссии состояли из докторов наук. Отрадно, что наши магистранты защищают такого высокого уровня работы. Хочется отметить, не только работы, тематика очень актуальная, поскольку рукопись известного нашего дагестанского богослова Мухаммада Ахира Аль-Карахи, она является знаменитой работой и научно-богословской, и, скажем так, богословско-текстологического анализа еще не проводилась. А сегодня эти магистранты двое поработали над этой книгой, и они довольно хорошую работу провели. И основные темы, что нужны для аниму и для мута-анима, для всех, они все эти вопросы раскрыли, затруднили. Двое соискателей работали над бесценным трудом Шархуль Мафрут Мухаммада Ахира Аль-Карахи, видного дагестанского ученого 19 века. Эта книга имеет высокую ценность во всем мировом научном сообществе по сей день. Диссертация третьего соискателя по теме «Научное редактирование раздела заката из книги Фатова Чухи авторства Мухаммада Али Аль-Чухи» уникальна для дагестанской аудитории тем, что по ней впервые проходит защита диссертационной работы. Книга Мухаммада Али Аль-Чухи представляет собой бесценный источник знаний. Большую работу соискатель проделал уже на стадии поиска источников и биографии людей, ответом на вопросы которых является эта книга. «Моя работа – это один из самых важных тем насчет жизни мусульмана, верующего человека. Это даже касается несовершеннолетнего человека, потому что это имущество, закат, оно налагается не только на совершеннолетнего, оно налагается и на имущество маленького родителя. Это всех касается. Это очень актуальная тема тоже». Все соискатели получили высокую оценку комиссии, получив степени магистра. Еще девять человек в скором времени будут представлять свои работы на соискании степени магистров. Новоиспеченные магистры планируют защищать в перспективе и докторские диссертации. Айша Тухаева, Халид Ахмаев, Алясхаб Магомедов. Новости ННТ. Махачкала. Осколки истории на снимках. В Махачкале стартовала выставка «Специальная военная операция глазами журналистов Южного филиала российской газеты». На ней представлены работы военкоров на улицах Донецка, Луганска, Мариуполя и других населенных пунктов зоны СВО. Для показа были выбраны снимки, передающие происходящее наиболее красноречиво. Эта выставка важна, она как документальное подтверждение. Она не художественная выставка. Она должна, чтобы вы видели как можно больше фотографий того, что видим мы. У меня не было седых волос, после этого появились. Вот поощущение. Потому что очень много там видишь страшного. Вот она сделана в районе Рубежное. Там, понимаете, это называется химический треугольник. Там очень много заводов химических. Производство опасное. В Рубежном находится завод по производству пороха и взрывчатки. Он был построен еще до Первой мировой войны. Графия эта связана еще с тем, что в районе этого Рубежного, Егорского, ну, была захвачена такая группа там пленных, 7 украинских солдат сдались. Здесь также можно ознакомиться и с историей каждой иллюстрации через представленные к ним QR-коды. Выставка будет проходить с 27 сентября по 5 октября в Республиканской национальной библиотеке. Мероприятие в месяц рождения пророка, мир ему и благословение проводится не только в городах Дагестана, но и в самых отдаленных высокогорных селах. Жители селения Зияури поорганизовали мавлит, собрав земляков со всей республики. Подробнее в сюжете. Спортивные состязания проходили в селении Зияури весь день. Игра в футбол, прыжки в длину, подтягивания на турнике, метание гири и бег предваряли мавлит в честь рождения пророка, мир ему и благословение. Приехал с целью поддержать своих сельчан на мероприятии. Мы здесь собрались все, так как мы вообще редко собираемся и очень редко друг друга выйдем. Все заняты, все деловые. И вот решили выехать в родное наше село. В этот месяц, где родился пророк Мухаммад, мы решили всем селом собраться и провести мероприятие. Приехали очень много людей из города, из разных районов, которые проживают. Основная цель была объединить сельскую молодежь, объединить жамаат села, для того, чтобы всегда были сплоченными и всегда находились рядом, когда они не нуждались. Совместить приятное с полезным решили организаторы Мавлида. Состязания среди молодежи напоминают о соне пророка – вести здоровый и спортивный образ жизни. Самое интересное было бегать на 100 метров. Дети бегали. У нас очень трудно здесь подниматься, на гору подниматься. Первоначально бегают сразу, и потом они устают. И потом знают свою дыхалку, когда поднимаются наверх, на гору. Кто-то, кто был первый, уже отстает, кто был в конце, потом начинают догонять. Вот такие интересные мероприятия были между младшими. А закончился почти семейный Мавлид в Зеурибе награждением победителей, денежными призами и медалями. Особенно радовались подаркам, конечно же, дети, участвовавшие в соревнованиях, в которых они на 100% заслужили свою награду. Патима Тханапова, Айша Тухаева, Шамиль Хирей Сулаев, Новости ННТ, Шамильский район. Теперь о спорте. Не Роналду и не Месси. Они обычные школьники из горного села Кратах, Вахского района. Дагестанская команда завоевала бронзу всероссийских соревнований школьной футбольной лиги. Турнир с участием команд из 65 регионов страны проходил в Москве, на главном стадионе страны в Лужниках. Гол за голом юные горцы из села Карата покоряют Москву. Окрыленные любовью к футболу и жаждой победы, школьники на групповом этапе выиграли три встречи, не пропустив ни одного мяча. Еще недавно эти ребята бегали во дворе, а теперь достойно представляют республику на главном стадионе страны. Дагестан является одним из лидеров развития футбола в нашей стране. Я хорошо знаком с главой республики, которая очень много делает для развития футбола, как массового, так и профессионального. Действительно очень много сделано. Я знаю о планах по развитию футбола. И, конечно, я приветствую те планы, которые есть по развитию футбола, по проведению массовых соревнований. Призываю всех играть, получать удовольствие от футбола. И если у кого-то есть мечта реализовать себя как профессионального футболиста, пожелать удачи и успехов в реализации достижения этой мечты. На поле в Лужниках выходили школьники не старше 11 лет. Всего было 96 команд. Они пробились в финальный этап после победы на муниципальном уровне. Единственную отсечку каратинцы допустили в полуфинале, где в серии пенальти уступили хозяевам поля. В матче за бронзу ребята не имели права на ошибку и уверенно одолели сферстников из Ростова-на-Дону. 5-1. Турнир был очень тяжелый. Было много конкуренции. Мы хотели взять первое место, но не добились этого. Но третье место тоже отлично. Мы, когда играли в полуфинале, проиграли по пенальти. Игра была равная. У нас было много моментов. У них тоже. Но мы по пенальти проиграли. Но нам зато забили только один гол за весь турнир. Турнир как бы тяжело начался для нас. Потому что у детей это был первый выезд за пределы Дагестана. Все-таки Москва. Турнир такой колоссального масштаба. И первые игры были самые тяжелые. Ну, этот этап мы прошли легко, можно сказать. Первый матч мы 6-0 выиграли. А потом уже у детей игра пошла очень хорошо, можно сказать. Про игры есть и вспоминать. Больше всего забитых мячей у нас. В районе 20 мячей забили за этот турнир. И всего лишь один мяч пропустили. И то это был автогол. Церемонию награждения провели легенды российского футбола. Дениар Белялидинов, Александр Филимонов, Евгений Алдонин и другие. Помимо команды Каратинской гимназии, наш регион в Москве был представлен Дербенской средней школой номер 21 и Махачкалинским лицеем номер 30. Они завершили выступление на 6 и 7 месте. Курбан Рагимов, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Москва. На этом у меня все. С вами была Ларьяна Шамхалаева. Следите за новостями также в наших социальных сетях. Всего доброго и до скорых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова